ну что ж, с вами рассмотрим своих приветствую, мы продолжаем проходить с вами Лив Стрэндж, в прошлой серии мы кое-что с вами узнали, ну в конце, да, как минимум, и в принципе, за прошлой серии мы с вами много чего, ну много о чем я догадываюсь, да, предполагаю даже, и много чего мы с вами узнали, и произошло очень-очень грустно, кое-что прошлое, с ней я посмотри, ссылку постоянно находится на пол-лицу, полным переживанием данной игры, и если я вообще не видел, да, эту игру, посмотри, с самого начала будет интересно, она взаимосвязана, так что вот, и ниже описание, там будут подсказочки на прошлое, и пол-лиц пол-лиц полно-прошедем данной игры, вот, мы с вами начинаем, поэтому, саш, поудобнее надевайте пайли, обязательно, правда, здесь где-то куш, начи-бедикой петель и петель, поэтому просмотром, и, собственно, продолжаем проходить данную игру, эта серия будет не менее интересной. в предыдущих эпизодах так что фильмы это маленькие частички времени меня достало что люди пытаются мной помыкать никогда ко мне не прикасайся теперь все сходится ты мне жизнь спасла кстати так ладно поработала язычком на видео когда-нибудь вы об этом пожалеете а вот и она как твои дела макс джойс я очень сожалею об ильями о нем помню только хорошие чудесные воспоминания это его подарок нам и так покажи что ты можешь это же тельма и луиза ты мне до хрена должна это же браслет рэйчел какого хрена он у тебя тебя и порезать сучка пожалуйста отойди давай девчонка застрели меня суда никому нет до меня дела суда только осуждаю что ты тут делаешь макс я знаю что этот день был сложным для всех мисс колфилд почему вы были на крыше вместе скейт-марш прошу расскажите нам все сегодня не должно было быть отмене я верю тебе после всего случившегося я готова поверить во что угодно это мы знаем то мы знаем а ну-ка ночь смотри ночь не боишься прибить что ты прочитал как даунтаун это что город вроде из мафии к и это вроде как я знаю из мафии вроде да это город даунтаун о боже на эпизод 3 теория хаоса мы уже на пути с вами к финалу кошмар снялся не может уснуть понял кое-каде больше пугаясь лично у кампуса я знала что хлою это заинтересует мне нужно поторопиться кто еще блять не могу перестать думать о кейт мать тут кто кролик словно очутилась кошмарном сне но хоть покормил голоден братец кролик погрызи но еще все равно видишь так он возвал сразу тишину дверь здесь темно и страшно да будет опечатали да очень целено боже это напоминает мне ужасное место преступления из сериалов прокопов я буду молиться за тебя кейт да благословит бог твою душу так что тут дальше эй макс сюда привет дана но как ты я не могу перестать думать о кейт а что если это моя вина сестра точно будет струбрать думаю мы все в ответе за случившееся только не ты макс вы были очень близки ты была добра кейт именно этого она и хотела ото всех остальных скажи это виктории и остальным из циклона дано за этим стоит нечто большее не только выходки виктории и циклона что именно ты имеешь ввиду макс думаешь это как то связано с тем что нейтана отчислили все так сложно я не хочу тебя в это втягивать понимаешь по крайней мере пока мне страшно а некоторые все равно уже смылись из общаги что и кто виктория ускакала а теперь ты шерлок точно не я сегодня мне нужно отдохнуть и ты давай ложись дана до встречи виктория не в общаги может не следует потратить немного времени на осмотре я вещей ну давай делик он ая последняя самая то ра 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 о по упору увидавай посмотрим раз уж я эволюционировала издевать один этот носок стоит больше моего гардероба так туфли не интересно это все посмотреть назову эту фотографию портрет теля говнорей было это же кейт и она под кайфом не похоже что ей весело она в замешательстве а здесь они поклоняются сатане суждаем осуждаем узкать тебя так так может виктория не такое уж и чудовище держите вот беседы социопатов не иначе макс хуелфилд да да начнется вечеринка чуваки держите понятно сначала рейчел потом кейт вот что бывает когда связываешься с циклоном необычная точка зрения как же спасибо кортни вагнер за эту замечательную оценку плакат а я и не знала что родители виктории владеют чей space впечатляет виктория об улице знает не больше моего но стиль у нее определенно есть ну вроде мы с тобой все смотрели да ну да сколько же ушло бабла чтобы очистить свитер от краски даже цвет а вот и на виктории она гиг с и цифр тихо тех глубере ну в принципе все мы стоим услуги чего интересного пожалуй не стоит относиться к виктории так предвзято она не могла спрятать улики черт меня хватило паранойя опа вот звучу да уж пока ничего такого интересного нету может она тоже может вообще тоже не знает чего еще происходит там но свечки свечки так хвоя ждет меня возле главного входа да упа что это ночью табанка выглядит как-то пугающе пожалуйста не убивай меня пожалуй сама или стоит починить этот фонарь но рано рано и упал это же самые волшебные насекомые светлячки ты же директор нет серьезно если он увидит меня мне крышка и хрен меня кто уволит по крайней мере пока только посмотри я жалею себя в то время как семья кейтмарш горюйца теперь я понимаю почему ученики называют нашу академию адвул но она открыта надеюсь самуэля здесь нет гвозди и шурупы прямо как в гараже у моего дедушки здесь только инструменты тут ничего нет что для надо ты скажи хоть кто-то мог подумать что самуэль увлекается модой ну не совсем не совсем моды я уверена что самуэль не носит шелковые шарфы но кто же носит хера узнает а шутин от это мать ты скажешь мне нет скажи мне нужно вот это то то есть понятно ничего интересного он видел меня может у меня получится проскользнуть мимо когда он будет пытаться открыть дверь что я бою белка мисс колфилд я вам скажу скрытность не ваш конек вам нельзя находиться на улице столь поздний час и вы это прекрасно знаете простите ректор уэллс я никак не могу прийти в себя мне очень захотелось выйти на воздух мне жаль что тебе пришлось пройти через все это ты пыталась ее спасти но блэквилл находится под моим надзором а я я подвел кейт и академию вернись в общагу и отдохни это был дерьмовый денек доброй ночи и как же мне теперь проскочить мимо него а вот так смотри может быстрее будем где-то у меня были ключи где-то что что пытается открыть тоже интересно такое ты будь ты что мать совсем все хорошо ну я страшный призрак а как по мне так ты страшная засранка моя подруга покончила с собой у меня на глазах не надо меня сегодня подкалывать ты всегда упрекаешь меня в том что я тебя не поддерживаю но а что ты сделала извини макс я даже не подумала вот чёрт думать не хочу конечно ныть но я никогда не забуду момент когда кейт спрыгнула с крыши а все потому что силу меня покинули ни хера не помогает я понимаю что смерть кейта это ужасно но я не знаю как реагировать поэтому веду себя как идиотка но пойми именно твои способности помогут нам все исправить просто надо найти виновных мы выясним кто убил кейт и не допустим чтобы такое еще раз повторилось а еще мы должны попытаться остановить торнадо идущий на аркадий бэй да пожалуйста не шути на эту тему не сейчас да я и не думала шутить мой бывший психолог как-то сказал что сарказм это мой способ замкнуться после этого он и стал бывшим хлоя просто я не уверена в некоторых моих решениях особенно после того как нейтана из-за меня отчислили слушай подруга не смей корить себя за это давай лучше улики поищем окей да ты права слишком уж многое связывает некоторых людей с кейт и рейчел это ты про мудака отчима и прескота не только с ними я просто хочу чтобы эти двое получили по заслугам я все еще чувствую руку дэвида на своем лице и пусть я ее не знала у меня ощущение что рейчел указывает нам путь к правде да нахуй мне такую правду я просто хочу найти подругу мне страшно подумать о том что с ней стало думаешь она наслаждается жизнью вылой это было бы лучшим развитием событий она бы не уехала без меня ясно да и как часто находят пропавших девушек мы должны найти рейчел должны обещаю мы ее найдем как ты уже сказала нам пора начинать искать зацепки а что ты хотела мне показать барабанная дробь представляю вам запасные ключи от блэквелла спасибо нашему дэвиду да ты просто профи хлоя но я не хочу чтобы у тебя были еще неприятные здесь только всякого дерьма происходит кому я сделала до такой мелочи мы здесь ради правды но я так рада что именно ты мой сообщник пока смерть не разлучит нас и тут вздохи умиления спасибо вам еще раз что помогли мне собрать портфолио надеюсь остальные последуют твоему примеру извини я был растерян сама понимаешь для блэквелла это был не лучший день знаю день был ужасный но вы всегда можете поговорить со мной мистер джефферсон благодарю виктория я полагаю ты тоже расстроены языки я все еще в шоке впервые увидела как кто-то умер а ведь кейти мне было так дорога кейти рассказывать не мог чтобы были так близки или ну а как ситуация с кейт повлияет на конкурс герой дня да никак конкурс продолжается и мне все еще нужно выбрать победителя который будет представлять блэквелл у меня на руках есть все фотографии кроме одного снимка макс я вам одним словом смогу описать фото макс сэлфи слушайте вы видели мою работу и знаете что она лучше остальных было бы круто провести вместе время в сан-франциско марк для тебя мистер джефферсон виктория и да я еще не выбрал победителя вы уже влюбились мою работу так что это не значит что вы не объективны просто представьте что вы выбрали мою работу мы могли бы провести много времени вместе это было бы круто вы согласны пожалуй я сделаю вид что ты этого не говорила а еще вы можете выбрать меня иначе могу рассказать людям что вы предлагали мне первое место в конкурсе в обмен на кое-что другое ради твоего же будущего я также проигнорирую эту угрозу этот разговор официально окончен мисс чейс а сейчас вам лучше вернуться подождите я ведь да вы издеваетесь чего на хуй это было тупо а я-то думала что виктория большим злом уже быть не может в блэквильд творится что-то странное ну куда посмотрим давай-ка убедимся что это не то что я думал не осуждаем такое осуждаем до великая ключница хлоя а то что заметил да вот наврала до местами так просто подврала подвала сомнение глажит мы находимся в полной жопе но ничего спихнешь вину на меня как тогда с травкой я серьезно мы уже не дети это взлом и проникновение у нас есть ключи какой это взлом а в проникновении обвинить не смогут я серьезно а если загребут не загребут глава охраны блэквилла мой отчим а этот придурок не допустит чтобы я попала в лапы местной полиции ну так что осмотрим кабинет ректора ты же отмотаешь время если нас поймают у тебя чумовые силы макс скажи это кейт давай осталась последняя дверь вот так какого хуя у начальника охраны должен быть ключ от кабинета ректора он что-то скрывает как и все остальные значит мы определенно должны открыть эту дверь хочешь верь хочешь нет но я знаю кое-что о взломе благодаря фрэнку давай-ка проверимые знания на практике да давай где наша не пропадала ты все равно поищи ключ на всякий о да я могу ничего тупик скука ты уж что комментировать или просто ну ладно ладно только полный дурак станет носить такую кепку стоп раз а вот и ключи правда нет кабинета ректора здесь нет ключей нам нужно найти другой способ маловато времени с фрэнком провела но я все же попытаюсь ломать эту дверь пока ты работаешь над планом b моего плана есть имя варкрафт значит не занят послушай мне нужны твои знания в области химии не будем тыкать пальцем но допустим кое-кто имеет доступ к кабинетам химии и искусства и ему нужно открыть закрытую дверь с помощью подручных средств нет мне просто интересно спасибо гений наук не 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 стой не вешать руку просто перешли инструкции смс к и кей прости пожалуйста но я не смогу поехать с тобой в кинотеатр не обижайся и спасибо за помощь блять проклятая дверь постарайся не разбудить весь блэк прости макс но тут я бессильно что за план сахар банку я пойду кое-что искать ты можешь остаться здесь и не попасться спорим я открою эту дверь быстрее тебя взломщица гонка началась до встречи что-то написал он так чё написал слушаю 107 тебе нужно за четыре вещи сахар банку с содовой скотч хлород натрия а вот как ты их смешаешь так хорошо ну принципе все и земли вопрос есть хлор что ваша который нужен для создания до диоксида хлора черта да это же все знают правда попробовать сделать кучу слова пробуешь приклоняюсь перед твоим удалось так сахара нужен до банка с содовой скотч хлород натрия но звук уоррен типичный ботан посмотрим смогу ли я найти все эти ингредиенты ненавижу запах формалина проверишь на работу пять с минусом хорошо хорошо доктор макс и правда помогла ора на сегодня утром так сахар взять сахар еще три предмета правда граффити я никогда не говорила что они хороши тролль понятно типичным типичные шутки там были наклейки так где-то я думаю в этом кабинете все должно быть по крайней мере мне это кажется аквариум мне кажется здесь взглянуть ты занимаешься творчеством анимать ее наукой но это явно не хлорат натрия так хлорат натрия это гербицид и почему он мне об этом не рассказал что что он не знает не думал об этом да ну ну серьезно то есть мне нужно будет по всем то есть она не тут я понял качество все по всешираги раскидывать предмет или что а вот и хлорат натрия о сигаретка с фотками так нужен стульчик наверное макс ты же знаешь что ты неуклюже не трать свои силы попусту подвинь чертов стул и так что к нему подходил так еще два макс ты чтут не за вас хоть так еще здесь пока не взорвалась мне сейчас нужно следовать что положено пишу осуждаем на цену так но мне кажется тут все вроде когда по идее здесь больше ничего такого нету да погнали next вот такое чувство будто я попала фильм ужасов опана окейт даже будучи в депрессии ты пыталась искать в мире хорошие черт рисовать у даниила получается лучше чем фотографировать сказала макс критик искусства виктория какой охеренный снимок как я могу ненавидеть такого классного фотографа работа нейтана вызывает у меня отвращение но признаю у него есть стиль здесь явно о скотч так 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 надеюсь мы ничего такого не найдем да это мой скотч остался всего лишь один окейт твой шкафчик выглядит таким одиноким пусто да ладно ничего какая жалость да ну по что затем не можем с тобой ничего но я на там ничего не будет конечно это кажется фу фу жопные биологи мир здесь периодическая таблица хотела бы я найти газировку в школе теперь пора приступить к поискам а газировка не было на Продолжение следует... Здесь больше ничего не надо рассматривать. Не, вроде не. Это пиздец, как круто! И громко. О, нам конец! Сюда едут полиции и пожарные со всего Аркадия Бэй. И что нам делать? Хе-хе-хе! Хе-хе! Как можно доверять человеку, у которого в кабинете стоит бронзовая птица? Хорошо, что меня выгнали. О, да. Если бы здесь висели картины Моне и Пикассо, ты бы продолжила свое обучение. Иди в пень. Пожалуй, обыщу-ка я этот уродливый стол. Поехали. Поехали. Такой и была Кейт. Милый и застенчивый. Она оказалась не в том месте. Осталось всего два досье. Я точно не смогу это использовать. Такое ощущение, что кто-то пролил масляную краску. Ужас. Как же их много. Это мне не нужно. Отец Найтена Прескотта тоже задира. Вот это поворот. Судя по досье, Рэйчел была не очень проблемной. Однако о полицейском расследовании здесь почти ничего не написано. Угу. Даже тервет? Да, я не виню ректора за отчисление Хлои. Плохая Хлоя. Осталось надыбать последний файл, Шерлок. Всегда хотела сказать, надыбать. Вблизи ты не такой уж и безвкусный. Как же круто, если моя подпись имела значение. Вперед, мисс Грант. Где же еще одну нам с тобой найти? Вау, это мне точно не пригодится. Я бы, наверное, тоже спилась, будь я ректором Блэквелла. Обсуждаем. Здесь ничего. Очень жаль. Охренеть. У этого урода безукоризненное досье. Не могу не прочитать собственное досье. Быстрее не было 2,8. Это досье настолько идеально, что меня аж тянет блевать. Думаю, мы нашли все, что нужно. Нужно поговорить с Хлоей. Макс, тебе стоит на это взглянуть. Нейтан обвинил Рэйчел в том, что она принесла наркотики в кампус. А Дэвид это подтвердил, потому что думал, что она плохо на меня влияет. Уроды. Если Дэвид объединился с Нейтаном Прескоттом, значит, жди беды. Нейтан Прескотт третий. Прямо несет деньгами. Его родаки, знаешь ли, отвалили кучу бабок, чтобы скрыть настоящее досье. Вот глянь-ка сюда. Плохие оценки, жалобы от учителей, надзор полиции. А отчислили меня. Ну, хоть сейчас его наконец-то отчислили. Смотри, тут заметка. Открой. Какой-то безумный рисунок. Это не рисунок Хлоя. Смотри. Рэйчел в проявочной. Рэйчел в проявочной. Снова и снова. И все. Это пиздец. Да что это вообще значит? Нейтан и правда долбанный псих. Я знаю, он как-то связан с пропажей Рэйчел. Воу, ты только послушай. Дэвид М. всегда спрашивает, что происходит у меня в голове. Дэвид М. всегда помогает мне следовать за теми, кто ведет его. Жуть какая-то. Судя по всему, они создали какую-то странную команду типа Мстителей. Господи, Дэвид следил за Кейт, приставал ко мне и, оказывается, интересовался и Рэйчел. Ну теперь мы просто обязаны обыскать его гараж. Ладно, мне стрёмно здесь находиться. Давай-ка сваливать. А может, нам стоит прихватить сувенир на память? Нет, ты не заберешь с собой это кресло. Макс, ты что, умеешь читать мысли? Или ты уже видела, как я пытаюсь взять его и отмотала время назад? Чёрт, я в ступоре. Это сила лучшей подруги. Я-то тебя знаю. Нужно уходить, мы и так слишком долго испытывали удачу. Ну и что у нас здесь? Твою ж мать! Джекпот! Сука! Вау! Многовато денег для фонда помощи. Здесь пять тысяч долларов! Я же смогу заплатить Фрэнку! Думаю, это задобрит его после нашей стычки. Ой, да ладно, да что тут такого? Или ты хочешь отмотать время и забрать бабки? Так и делай, а не читай лекции. Ну честно, если не заберём, ничего не будет, то есть заберём, нам будут вопросы. Ты правда хочешь украсть деньги на помощь инвалидам? Я знаю, тебе нужно вернуть долг, но... Мои силы уберегут тебя, верно? Знаешь, это ёбаная куча бабок могла бы нехило нам помочь. Но, увы, Макс снова права. Наверное. Давай уже свалим из этой дыры. А ведь эти деньги могли помочь нам с Хлоей. Заработает, наверное... Искупаемся. Что я слышу? Ты сказала, сука? Кажется, я плохо на тебя влияю. Это же логово Выдар. Да насрать, я хочу искупаться в бассейне. И всё же надо быть осторожней, ладно? Мне ведь ещё тут учиться. Да с твоими силами ты можешь завладеть этой дырой. Клоя лилеет мечту устроить девичник, так что я буду следовать её злодейским планам. Ну, выбирай. Девочки, конечно. Девочки? О-ля-ля! Пойду пока водичку проверю. Надеюсь, выдры выживут. Эх, решить бы эту загадочную пропажу фотографий кошки. Жаль, что у меня нет времени на расследование этого дела. Разачки. Так, ну что, летс гоу, собственно... Видимо, Брук очень хочет поехать в кино с Уорреном. Остроумие зашкаливает. Да, херни написали какую-то так. Опа. Билет на автобус. Она планировала сбежать из города? Как расчел Эмбер. Хм. Ласты для бассейна? Они что, армаду водолазов-то тренируют? Эти полотенца выглядят как самые удобные полотенца за всю их историю. Хотеть? Значит, секрет Виктории это селфи. Иди-ка ты на... Нет. Джефферсон однажды сказал, не сравнивай художника с его работами. Снимки правда классные. Угу. А на нас что-то пиздит еще нормально. Если бы я попала в сороковые годы, то мне было бы там... Ой, как непросто. Это точно. А что нам делать? Подожди. А, вон туда нам. Все-се-се. Что за отчаянная попытка добиться внимания? Не знаю, не знаю. Надеюсь на это, братан. Если бы чудо спасло Кейт, было бы здорово. Это да. Так. Прости, Рэйчел. Фу, что за розовая слизь. Понятно, почему все носят с собой мыло. Привет, красотка. Мечтать не вредно, Макс. Ты что-то слишком любопытное. Что же мы с тобой здесь можем найти? При недостатке воздуха я знаю, куда идти. А ну-ка. Кофе и плавание. Отличное сочетание. Да, мы поняли. Выдры. Здесь же не просто так это открыто, да? Даже не думай об этом. Ты мне не нравишься. Здесь же не просто так. Теперь у меня есть власть над цветом и смертью. Вы только взгляните на эту тыкву-малютку. Причем включим. Давай мы с тобой смотрим еще. Надо побольше смотреть. Я думаю, что тут кто-то мог утонуть. Она довольно-таки большая. Надеюсь. Я думаю, здесь не просто так. Мыло валяется. Ну, понятно, млядь. Ну, ты пацанов, да? Ну, да. Да, не нужен пупсик. О, блядь. Да, не нужен пупсик. Что-то, блядь. Кто-то написал, ебцы. Суждаем так, осуждаем. Славно знать, что Виктория любит хоть что-то, кроме самой себя. Добро пожаловать в пятидесятые. Не сомневаюсь. Да ну-ка, да, мы сейчас осмотрим здесь побольше. Иногда. Не переживай. Че? Не переживай, все плохо. Иногда она сказала. Опа. Думаю, это является фактом революции. Да, она знает, я за странец, но ты мне не безразлично с любовью. Логан. Понятно. Так, куртка. Похоже, кто-то совсем позабыл дух Блэквала. Так. Здесь у нас с тобой ничего. Какой-то хипстер забыл свою отраву. Да, осуждаем такое, сейчас. Держу пари, она сделана в классе Джефферсона. Но зачем? Влюбился, может быть, нет, не думаешь? Зачем? Опа. В жизни не притронусь к футболке Зака. Это ведь нормально, что Нейтан зависим от этих препаратов. Да? Осуждаем такое, осуждаем, если честно. Так, хорошо, здесь мы с тобой все смотрели. Это что? Это что такое? Возбуди меня. Это точно раздевалка парней. Это сейф, что ли, в стене? Чеша. Так, ладно, погнали отсюда, Дэн. Мы с тобой здесь посмотрели. Надо изучить эту локацию. Видишь, она большая и не просто так. А я только начала думать, что в воде безопасно. Не просто так. Не просто так. Она такая большая и открытая. Надо тут все изучить. Ну, понимаешь, доп. информацию нам с тобой нужно взять, 100%. Прежде чем включать что-то либо. Похоже, я теперь стерва из циклона. Решительность, решительность. Ну, в целом, здесь вроде больше никак ничего. Здесь никак ничего, да. Здесь нормально. Нормально. Вроде здесь, может, ничего такого нету. Особо. Ну, давай включать что-то. Нормально. Плыви или умри, Макс. Ну, прям джакузи. Правда, чувствую себя королевой мудаков, потому что хотела взять деньги. Только не говори, что будешь вот так стоять и пялиться. Не смей! Попробуй останови. Окей, тебе конец. Бомбочка! Гляньте, в моей воде забрела выдра. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Ты такая предсказуемая. Меня от того фильма до сих пор в дрожь бросает. Не буду больше смотреть фильмы про акул. Нормально, отсылки. Читер. Ха-ха-ха. Подожди-ка, я сейчас время отмотаю. Месть выдры настигнет. Читер. Да, ты уже должна об этом знать. Вот бы Рэйчел была здесь. Ей бы тут точно понравилось. Жаль, что вы так и не встретились. Мы встретимся. Знаешь, мне начинает казаться, что всё связано между собой. Я должна всё выяснить ради Кейт. Она не заслужила смерти. Твоя сила всё меняет, Макс. А главное, она меняет тебя. Могу с уверенностью сказать, что ты уже не та сакуха, которую я знала. Спасибо, подруга. Ты же понимаешь. Ты словно сливаешься со стихией. Скорее, мне просто повезло. Да и вообще, моя сила не очень-то помогла мне в спасении Кейт. Может, меня просто бросает взят-вперёд между временем. Но с какой целью? Изменить что-то. Но меня-то ты смогла спасти, Макс. Это немного другое. Тогда ты только-только активировала мою силу. Пора перестать оглядываться назад. И это означает, что мы теперь связаны. Ведь без меня ты бы не получила эту силу. Я права? Безусловно. Благодаря тебе я чувствую, что делаю всё правильно. Ну, а ты заставляешь меня чувствовать, что я не просто так осталась здесь. Надеюсь. Хватит скромничать, подруга. Ты же самый умный и талантливый человек, которого я знаю. Даже лучше Рэйчел Эмбер? Рэйчел мне не кумир, ясно? По-любому у тебя в школе куча поклонников. Тот ботан. Уоррен, конечно, милый. Милый? Ауч. Вечный френдзона. Нет, он правда классный. Было мило с его стороны заступиться за меня. Но я так и не рассказала ему про свою силу. Не волнуйся. Как только ты это поймёшь, весь мир будет у твоих ног. Главное, чтобы рядом была ты. Да не унывай ты. Я всегда буду рядом. Что-то я замёрзла. Потому что нам надо сражаться, а не болтать. В стиле выдра против акулы. Думаю, сегодня я накупалась на весь год. Пошли. У нас ничья. Я себе задницу отморожу, когда выйду из воды. Угу. Гадость. Такое ощущение, будто мы искупались в хлорке Бэй. И ты очень мила с этой хлоркой на волосах. Что ж, спасибо. Бежим. Бежим. Давай, Макс. Не расходуй силы на то, чтобы спалиться. И смотри, чтобы всё здание было оцеплено. Вы стебётесь? Прячьте. Как в детстве. Я могу использовать силу. Или просто где-то спрятаться. А могу и то, и то. Ну и где же они? Эй! Эй! Тут кто-нибудь есть? Даже не смейте устраивать хэллоуинские приколы после сегодняшнего. И я серьёзно. Я что-то слышал. Кто здесь? У меня есть фонарик и дубинка. У меня есть фонарик и дубинка. Хм. Да мы настоящие ниндзя. Валю нах. Немного остался и всё. Стой! Давай обратно! Они рядом! Нам нужно найти другой путь! Это пиздец! Тебе нельзя в общагу, ты же как блэквильский беженец! Переночуешь у меня? Думаешь, я буду в безопасности, если переночую в доме главы охраны Блэквилла? Окей! Давай в машину! Давай! До встречи, мадагил! Макс, ты огонь! Мы охуенные! Да, это точно! Даже не знаешь, что сказать. Честно. Честно. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вчера мы там оставили коричневый знак. Как будто нужен ещё один. Я бы хотела сделать что-то для школы и Аркадия Бэй. Но я даже не могу выставить фото на конкурс. Потому что боюсь получить отказ. Каждый великий художник получал отказ, прежде чем его признали. Так что не стоит бояться. И это говорит человек, который мечтает спалить школу дотла. Ой, да ладно. Не хочу я, чтобы Аркадий Бэй сгорел дотла. Просто я хочу убраться отсюда с тех самых пор, как... ...ты уехала, в общем-то. Если бы я нашла Рэйчел, а потом отдала деньги Фрэнку, я бы могла начать новую жизнь. Хотела бы я вот так проваляться всё утро, как раньше. Но, наверное, уже пора вставать. Скоро мне идти в Блэквилл. Ой, у нашей школьницы сегодня контрольная. Начинает казаться, что каждый день в Блэквилле это контрольная. Надо бы вернуться к обычному режиму занятий. Да, может, это не просто так, что там что-то сказала бы. Ладно, пора одеваться. А где? Уоррен. Потому что не прошло, кстати, я в щапку по билетам кинотеатра, иначе их с кордой разберут. На случай, теперь думаешь, я купил что-нибудь лишнее. Хорошо, мальчик, хорошо. Фу, до сих пор воняет, как от хлорзавода. Загляни в мою дыру моду, можешь, чего найдёшь. Окей, пришло время для косплея Хлои. Да ты глянь-ка, у меня тут остались шмотки Рэйчел. Давай примерь. Это не совсем мой стиль. Макс, у тебя вообще нет стиля. Хотя бы попробуй. Ты всегда можешь отмотать время назад и надеть свою майку и джинсы с барахолки. Иди ты, мне нравятся мои майки и джинсы. Не представляю, как на мне будут смотреться вещи Рэйчел. Подойдут ли по размеру? Ой, да хватит переубеждать себя, Макс. Одевайся и выпусти наружу свою внутреннюю панк-рок-девку. Ты можешь позволить себе ошибки? Можно попробовать что угодно. А, спорим? Ты не поцелуешь меня. Что? Дважды спорим. Целуй меня. Черт, да ты жёшь, Макс. Теперь я могу написать твоему другу и сказать, что у него нет шансов. Ну, разве что ему нравится лесбия. Ну ты из-за рая. Да, да, да. Ну ты из-за рая. Ну ты из-за рая. А, черт. Было бесценно поцеловать Хлою. Она и не думала, что я смогу. Ништяк, Макс. Пара татух, пирсинг и сделаем из тебя отличного трэшера. Ну что, девчуля, замутим, Машпит? А может и нет. Иди вниз, скажи привет, Джойс. Бесплатный завтрак. А мне надо дунуть утреца раньше. Обещаю не рассказывать. Сюда отсюда. Давай не будем проверять это, ладно? Вау, я помню этот старый мобильник. Мы вместе его украшали. Ладно, let's go, что? Где выход? Так трогательно, что она хранит это фото рядом с Рейчел. Бабочка. Смотри, бабочка. Та самая. Интересно, интересно. Может, реально? Боже мой, пахнет потрясно. Минск Олфилд, хочу быть за то, что вы пытаетесь помочь моей дочери Гейт. Вы поздавились на украсть отопу, няшески не на крыше. Вы сделали все возможное, что не ваша вина. Да никто в этом не виноват. Акет отправил слушай мир, но она всегда будет с нами. Я знаю, она хотела бы, чтобы вы прожили длинную. Интересно, полноценно жить. Наша семья всегда будет молиться за вас. Рейчелд, марш. Соболезную. Прямо запах из детства. Соболезную. Да ладно, это та птица, которую я спасла в понедельник в комнате Джойс. Как же приятно помыть лицо после этой хлорки. И пряток. Рейчелд, марш. Дэвид, это офицер Корн. Ставлю вас в известность. Машина вашей падчерицы была замечена около кампуса Блэквелла. Примерно в то же время, когда было совершено проникновение. Что? Перезвоните как сможет. А, ты опять проблемы нашла, Хлоя. Ты вообще что ли... Сообщение удалено. Пока-пока сообщение. Пора бы Хлое отдохнуть от всего этого дерьма. Доброе утро. Рейчел? А, то есть Макс. Фу, ты меня напугала. От тебя идиот. Слава богу, что ты не такая неугомонная, как она. Ну, а теперь скажи, что ты желаешь на завтрак. Яйца и бекон, конечно же. Помню, как я вас будила. Вставайте, вставайте, на яйца с беконом налетайте. О, да. Мы мгновенно просыпались. Ну, теперь помоги мне с продуктами. Принеси-ка мне сюда яиц с беконом. С яйцами и беконом справлюсь. Яйца превыше всего, как раньше говорила Джойс. Надо эволюционировать и стать веганом, но... Ах, бекон. Спасибо. После всего того, что произошло, так приятно видеть, что вы с Хлоей снова вместе. У неё никогда не было таких друзей, как ты или Рейчел. Та одежда так напоминает о ней. Такая милашка. Надеюсь, в Лос-Анджелесе ей хорошо живётся. Мне очень хотелось бы верить, Джойс, но... Положение у нас похоже, Макс. Я всё ещё надеюсь, что Рейчел объявится или пришлёт Хлое письмо из Голливуда. Хоть откуда-нибудь. А были ли причины, из-за которых они с Хлоей могли поссориться, и Рейчел уехала бы одна? Хлоя могла всех взбесить, но не её. Они были не разлей вода. Напоминает тебя и Хлою. Но Рейчел не была такой приземлённой, как ты. Я приземлённая? С каких это пор? Может, именно из-за того, что Хлоя так любила Рейчел? Макс Кволчев, да ты что, ревнуешь к Рейчел? Что? Нет-нет, я эгоистично повела себя, оставив вас. Но рада, что Хлоя нашла себе друга лучше. Нет, она просто другая. Когда я увидела тебя и Хлою в пиратских костюмах, я поняла, что лучше друга Хлоя не найдёт. И знаешь, было бы хорошо, если бы ты не позволила Дэвиду узнать про травку. Понимаю. Сужда, сужда. Такое чувство, что мы с Хлоей в пиратов наряжались лет сто назад. Это получается, я стала на век старше? А, тебе всего 18, Макс. Эх, молодость. Вернуться бы. Дело не только в этом, Джойс. Вуаля, завтрак достойный нас королев и короля. Сади за стол. Господи, ты можешь выгнать эту птицу отсюда? Определённая жизнь Кейт стоила эксплуатирующего заголовка. Видели, помните, это фото, которую мы сейчас нашли у Хлои в комнате, где Рэйчел, где Рэйчел и бабочка. Эту бабочку мы же видели в самом начале этой игры. Может быть, наша главная героиня права, когда сказала, что Рэйчел им помогает. Может, Рэйчел им реально помогает? Интересно, интересно. Может, как-то с вами связано, может, как-то с вами связано. Видимо, цветы тут никто не поливает. Хорошо, что оно мягкое, а не хрустящее. Спасибо большое, Джойс. Никогда из-за стола не выйду. Отлично, налетай. Яйца и бекон, полизайте в моё брюхо. Продолжение следует... Ты снова здесь. Как много приятных воспоминаний. Я знаю, эти фото далеки от совершенства, Макс. Я вам скажу, что мои любимые фотографы снимают примерно так же, как вы. Вы делаете Дэвида счастливым. Он желает для всех счастья, Макс. Правда, по-своему. А, не думаю, что я буду в этих шмотках такой же крутой. У тебя свой крутой стиль. Ух ты, помни этот день, как будто он был вчера. Я рада. Уильям сделал этот снимок своим полароидом. Его последний снимок. Соболезненно. После этого он сел за руль своей машины и... Я знаю, Джойс. Мне очень жаль. Соболезненно. Ну, я тебе это показываю не для того, чтобы скорбеть. А знаешь что? Возьми себе. Здесь мое дитя еще полно радости. Она была позитивной, веселой. Полная противоположность сегодняшней ей. И это последний раз, когда я видела Хлою счастливой. Эй, вы что здесь обсуждаете, какая я долбанутая? Дело не всегда только в тебе. Хлоя, ради бога, не рановато ли грызться друг с другом? Лучше поешь. Я отвлеку нашего охранника, а ты пока поройся в гараже. Хватит перешептываться. Я ведь подумаю, что вы обо мне. Мать, не действуй мне на нервы, ладно? Боже, не важно, что я делаю, зато все считают своим долгом меня за это обосрать. Да с тобой даже пошутить нельзя. Ты срываешься, как бешеный пес с цепи. Простите, мне нужно в туалет. Конечно, вали и ссы, без тебя разберусь. Ну и кто из нас параноик? Да ты послушай себя. Ну больше-то некому. Мне и правда нужно порыться в науке Давида. Он там что-то скрывает. Вставай. Посмотрим. Ясен пень, что нужен пароль. Как насчет мудо-отчим? Попробуйте снова. Нужно больше зацепок. Разумеется, Давид купил тяжелый военный замок. Я даже вижу комбинацию. Может подойти как пароль? Может быть. Здесь ничего. 7171. Не на что смотреть. Может быть, попробовать отчим как пароль? Нет, но вряд ли. Но вряд ли. Похоже, Давид читал это не один раз. Что же он усвоил? Номер лицензии может подойти как пароль. Да-да, возможно. Этот ID может сработать. Навряд ли. Пока что все сомнительно. Сомнительно. Дэвид таскает эту голову с собой с 2001-го? Ну, это навряд ли как пароль. Мило. Сложно представить, как Дэвид катает Джойс с этим на машине. Даже Дэвид Мэтсон может быть для кого-то ангелом. Кажется, эта машина готова ехать. Лучше бы Дэвид этим занимался, а не охраной. Джойс могла бы сразу написать, давай поженимся. Это может быть паролем. Ну, вроде мы много чего-то нашли, поэтому пошли проводить. Кассета. Без сомнений, родители Дэвида любят его. Эта дата может быть паролем. Ну, ща попробуем. Да, лично. Погнали. Совсем неверно. Личная. Вот это. Самый худший хакер. Не выйдет, Макс. Ты уже заблочила ноут. Погнали. Личная. Ну, сегодня 7 летом нет. Ах, ебаный стыд. Может быть, семья все-таки реально. Вот это. О! Опа! Надо рассказать об этом Хлое. Ах, еще одна вещь, которая ее расстроит и разозлит. Вкусный завтрак. Дэвид, ты уже вернулся. Мне нужно поспать, а то я всю ночь строчил этот рапорт о вандализме. Что случилось? Какие-то мелкие говнюки проникли в бассейн. Вот что бывает во всех этих сраных колледжах. Студентики устанавливают свои правила в кампусе. Ты уверен, что это были студенты Блэквилла? А кто еще? Я обязательно их поймаю. Тебя только не хватало. Вырядилась, как Рэйчел Эмбер на Хэллоуин, что ли? Ты знаешь больше, чем я. Нет, это вы с Хлоей уверены, что знаете больше всех. Впрочем, как и все подростки. Оставь, Макс, покоя, Дэвид. Хватит запугивать студентов. Он вообще хочет камеры наблюдения поставить, чтобы следить за всеми. Как сейчас он следит за нами. Вот, не начинай, Хлоя. Не сейчас. Да, именно я все срачи начинаю. Ты просто параноик, Дэвид. Сказал же, не сейчас, Хлоя. Ты называл меня неудачницей, Дэвид. И кто ты теперь неудачник? Есть хоть кто-то, кому ты не угрожал? Если не считать твои расследования про Рэйчел и Кейт, ты хоть раз сделал что-то хорошее. Знаешь, почему сложный выбор? Потому что я думаю, он не антагонист здесь. Но если мы его не поддержим, могут быть какие-то проблемы. С другой стороны, если мы его поддержим, Хлоя нам будет не доверять. Если мы поддержим Хлою, у нас с ней будет больше коннект. Но зато Дэвид у нас... Обозлиться, возможно? Я, возможно, как-то подставит. Возможно, нет. Ну, давай, ладно, ее. Да ты просто охренел, Дэвид. Я видела, как ты угрожал Кейт, когда ей и так не сладко было. А ты бы мог, между прочим, ей помочь. Для тебя в школе все будто заключенные, кроме Нейтана Прескотта. Вот поэтому там тебя никто и не любит. Ты даже свою падчерицу бьешь. Я уважаю твою работу, но вот ты не уважаешь никого. Хлоя баловалась наркотиками, а это незаконно. Ровно так же, как и слежка за учениками и семьей. И зачем ты хранишь в своих файлах фото Кейт Маш и Рэйчел Эмбер? Что? Это правда, Макс? Да, Дэвид, объясни, зачем тебе все эти файлы? Это очень подозрительно. Лично мне не нужны все эти ваши допросы. Уж точно не от вас, молокососов. Может, тебе стоит успокоиться? А? Теперь и ты против меня? Ну, конечно. Вы все женщины заодно. Идите вы. Дэвид, лучше поживи в отеле, пока мы во всем разберемся. Ты выпинываешь меня из собственного дома? Это мой дом, Дэвид. Записан на мое имя, и плачу за него я. А я-то думал, что могу все знать. Уж по крайней мере то, что меня обходят с фланга. Хорошего дня. Хлоя, хоть раз. Пожалуйста, заткнись, а? Надеюсь, Джойс не злится на меня из-за ситуации с Дэвидом. Давай так оставим. Посмотрим, что будет. Макс, у меня даже мурашки по коже. И только попробуй это отмотать. А к нему я могу же подойти. Макс, не вини себя. Дэвид все это заслужил. Ты понимаешь. Я слышать тебя и видеть тебя здесь не хочу, Макс. Ты достаточно повредила меня и мою семью. Ну ладно, вот так же самое. Это мой прохождение. Не знаю, правильно, неправильный выбор. Но это мой прохождение. Послушай, на ноутбуке Дэвида я обнаружила фотографии Рэйчел и Фрэнка. И они явно больше, чем друзья. Да это невозможно. Она просто использовала Фрэнка. Если ты мне не веришь, то пойдем проверим, что же есть у Фрэнка в фургоне. И что это докажет? У Фрэнка есть браслет Рэйчел. Кто знает, что там у него еще. Пусть этот ублюдок молится, чтобы мы ничего не нашли. Проверим дверь. Фрэнк иногда так напевается, что забывает ее закрыть. Давай мы с тобой на этом закончим. Серико так длинно получилось. Спасибо за просмотр. Как из Рико. Вот такая вот Серико была. Очень интересно. Не знаю, правильно я выбрал. Ну, правильно я выбор сделал или нет. Но посмотрим, что будет по сюжету дальше. Спасибо за просмотр. Такая Серико Бло. Принц. Все, увидимся в следующих сериях. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.